В Каталонии прошел референдум о независимости, не признанный центральными испанскими властями. За отделение проголосовали 90% участников. Но в историю этот референдум войдет прежде всего столкновениями с полицией, в результате которых за медицинской помощью обратились 844 человека. Некоторые эксперты предсказывают скорое провозглашение независимости Каталонии. Другие считают, что Барселона просто пытается таким образом получить дополнительные преференции. Однако все соглашаются с тем, что последствия могут быть серьезными. Испания и Европа уже не будут прежними. Потому что сейчас и все последующие годы придется отвечать на главный вопрос. Подобные референдумы, как закреплено в уставе ООН, это реализация прав народов на самоопределение или сепаратизм? Для Молдовы с ее приднестровской проблемой вопрос не менее актуален. Потому разбираться будем принципиально. Ведь вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И представляю, как обычно, своих гостей. Сегодня это историки, политологи Зураб Тодуа. Добрый вечер. Добрый вечер. И Анатол Церану. И вам здравствуйте. Добрый вечер. Прежде чем мы с вами начнем серьезный разговор, а я предполагаю, что он будет достаточно аналитичен, потому что у меня сегодня такие гости, предлагаю вам посмотреть видео столкновений с полицией. И потом я предложу вам ответить на главный для меня вопрос, что вы, собственно говоря, видите на этих кадрах. Я прошу режиссера включить нам это видео. Анатол Церану. КОНЕЦ. 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 Продолжение следует... 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 Каталонию, так сказать, противостоять этим демонстрациям и вообще, так сказать, вот этому движению за независимость Каталонии. Мы наблюдаем здесь чрезвычайно любопытное явление, которое, возможно, характеризует окончание какого-то определенного исторического этапа в развитии Европы, той Европы, которую мы сегодня знаем. В принципе, мы сейчас говорим о западной Европе, о западной цивилизации. Совсем не исключено, что исторический этап государства-нации, этого государства, которое мы унаследовали еще из XIX века, так сказать, века национальности или национального государства, эта эпоха заканчивается. И, как всегда, на стыке эпох, ну, происходит вот такого рода явление. Стыки эпохи всегда сопровождаются треволнениями, сопровождаются самыми различными, так сказать, взрывами социальными и прочего характера. Я соглашусь с тем, что, вы знаете, вы говорите не только о Каталонии и об Испании в целом, вы говорите о Европе. Потому что, когда люди пытались оценить, что же, собственно, произошло, то в своих комментариях ссылались на одну вещь, что ведь это страна, член ЕС, но даже не это многих повергло в шок. Повергло отсутствие должной, по мнению многих, реакции после того, как это случилось. — Имеете в виду Европейский Союз? — Конечно. — Но они не знают, как реагировать просто. Они, наверное, отреагируют, пытаются какую-то формальную оценку дать. Но я вот хотел в развитии того, что было сказано коллегой господин Сарану, отметить, что вот на этих кадрах, которые мы с вами видели, мы не видели ни одного человека с дубинкой, с арматурным прутом, да, с агрессивно настроенного. Они либо сидели, либо пытались как-то сопротивляться, но не было с их стороны насилия. Я в 90-х и 2000-х годах многократно был в разных сложных регионах и горячих точках, наблюдал подобного рода демонстрации, но там, как правило, когда возникали стычки с полицией, противоположная сторона была либо вооружена чем-то, какими-то подручными средствами, либо откровенным оружием. Это было. — То есть они провоцированы? — Да, ну, по крайней мере, они сопротивлялись, они применяли оружие, были жертвы с обоих сторон. И, по крайней мере, не проявляли агрессию по отношению к каким-то государственным зданиям или представителям власти. Здесь совсем другая ситуация. И, разумеется, да, кстати, надо отдать должное организаторам этого референдума, мы не видим действительно ответного насилия и пострадавших со стороны правоохранительных органов там около 30 человек. Это означает, что представить действительно этих людей как экстремистов невозможно. На избирательные участки пришло более половины граждан Испании, проживающих в Каталонии, которые имели право голоса. — 42% вроде. — Меньше половины. — Меньше половины. — 2 миллиона 200. — 42% — 42%. — Имеют право голоса 5,5,2. — Да, но мы же не знаем, какова судьба тех бюллетеней, которые не были учтены, да, которые вывезли, которые изъяли из этих избирательных участков, и неизвестно, какое количество участков не было посчитано, да, но речь идет о сотнях. То есть, если 2300 должно было быть открыто, соответственно, посчитано примерно 1800, а какова судьба остальных? Это вопрос. — Поэтому это дает право властям Каталонии говорить о том, что референдум состоялся, и что большинство проголосовало за независимость. Это дает право центральным властям Испании говорить о том, что референдум не состоялся. Соответственно, мы видим, когда ситуация еще более обостряется, и из нее, ну, очень, возможно, разные выходы. — Я понимаю, я когда говорила о реакции, я имела в виду не только реакцию представителей ЕС, я вот чуть позже зачитаю вам один комментарий, да, но я имела в виду, что, смотрите, как только какие-то подобные вещи случаются в Европе, господин Цирану, ведь лидеры европейских стран, премьер-министры, президенты, лидеры политических партий не отказывают себе в оценке. И мы ожидали, что они осудят это насилие. И что мы видим? Борис Джонс назвал это внутренним делом Испании, например. Понимаете? То есть я не услышала оценки Ангела Меркель, я не услышала оценки многих политических лидеров. — Я не знаю, что сказать. Если бы это случилось, допустим, на Украине при Януковиче... — Нет,ура, если бы это случилось в России на акции... — Нет, я как раз хотел перечислить. Если бы это случилось на Украине при Януковиче, да, в России сейчас, в Белоруссии сейчас или раньше, да, в других странах, которые с точки зрения западных лидеров еще не доросли до демократии, там есть вопросы, просто они не нравятся, да, то, конечно же, были бы все оценки даны. Безусловно. — Каждый такой кадр, где размахивают дубинками, пострадавший есть, да, он бы смаковался, и уже высказались бы не только лидеры государства Европейского Союза, но уже и НПО разные и так далее. Нет, здесь мы видим, уже прошло два дня, и реакции нет. Нет, по крайней мере, до начала нашей передачи ее не было. Вопрос возникает, соответственно, почему нет. Я думаю, что они просто не знают, как отреагировать политкорректно, чтобы, с одной стороны, не обидеть испанской властью, с другой стороны, не спровоцировать цепную реакцию по отношению к другим странам, которые имеют аналогичные проблемы. — Вы согласны? — Ну, в общем-то, да. В общем-то, да, и, так сказать, когда западные лидеры реагируют на то, что происходит там в России, за пределами Европейского Союза, там, где эта территория, как бы для них априорно, там не функционируют в полной мере правовые нормы, то вполне естественна их реакция. Вообще, западная цивилизация, западная цивилизационная модель, она зыждется на определенных принципах, и один из фундаментальных принципов этой модели — это правовое государство, верховенство права. В данном случае мы сталкиваемся с юридической дилеммой, потому что входят в противоречие два правовых принципа, две правовые нормы. С одной стороны, это право нации на самоопределение, которое является фундаментальным правом человека, а с другой стороны — верховенство закона, верховенство конституционных норм. В данном случае мы видим этот конфликт между этими двумя фундаментальными правовыми нормами, и в результате западные лидеры, которые привыкли очень четко следовать нормам закона, они в растерянности, потому что непонятно, какую из этих норм нужно применять, они находятся в противоречии друг с другом, или не попадают в определенное противоречие в определенных ситуациях. Каталонская ситуация — это как раз верхушка конфликта между этими двумя правовыми нормами. С одной стороны, вроде бы этих людей можно сочувствовать, у них традиция. Исторически Каталония занимала всегда особое место в испанском, так сказать, содружестве. А сейчас ее роль в экономике Испании чрезвычайно важна. Не стоит об этом забывать. 20% ВВП в Испании производит Каталонию и получает обратно все лишь 5%. Вот эта вот вопиющая, так сказать, с их точки зрения несправедливость, она является одним из побудительных мотивов вот этого движения, которое существует в Каталонии. Каталонцы вообще так, у них существует определенный комплекс полноценности по отношению к многим другим провинциям Испании. Когда мы говорим о Испании, то нужно помнить, что Испания — это вообще содружество сообществ. Ну да, сейчас мы в Баске, да. Но там 17 так называемых сообществ. Автономные сообщества. Все они имеют определенную автономию, разную автономию. Каталония имеет самый высокий автономный статус вообще в испанском этом сообществе. И каталонцы всегда относятся с таким, высока смотрят на остальные провинции, они их кормят, например, Галисию или еще какие-то другие, более бедные провинции. Кстати, остервенелость полиции в отношении демонстрантов — это в том числе и выражение вот этого вот комплекса, который существует между бедными провинциями, потому что по большей части оттуда... То есть они приехали, увидели, как те богато живут? Да, не только как те богато. У них вообще существует вот это вот предубеждение об отношении к каталонцам. Ну, это хорошо известно, так сказать, в Каталонии, да? В Каталонии главная, так сказать, туристическая зона. Барселона — это вообще, так сказать, город. Недавно там прошли забастовки граждан против засилия туристов. Где такое видано, да? Они им приносят деньги, они протестуют, потому что слишком много денег. Нам этого не понять. Я подумала, если бы этот вопрос задали мне, что я увидела на этих кадрах, то кроме того, о чем говорили вы, я увидела, действительно, я бы сказала так, все-таки глупость руководства Испании. Поясню, что имею в виду. Потому что, во-первых, это не первая попытка каталонцев провести рефи, да. Был в 2014 году, результаты были там 80 с чем-то процентов, но даже не это. До этого совершенно прекрасно провели свой референдум шотландцы. Насколько там грамотно, насколько мудро повели себя, значит, руководители Великобритании, да? Они даже там на каждый избирательный участок по своему представителю отправили. И в результате мы видим, что там 52 или 54 процента, по-моему, 54 все-таки, высказались против выхода. А вот здесь вот так прямо, ну что называется, наскоком, да, вот сходу. Я не понимаю, почему. Нет, Зурак, вот хорошо просто, почему. Потому что Мадрид был уверен, что ЕС, ну, все равно все стерпит, все равно им это зайдет с рук. Вот почему так? Аглосаксонская культура, она как-то немножко, так сказать, другая, нежели эмотивная реакция южан. Это первое. И второе, все-таки, нужно понимать, ну да, в Англии тоже существует эта вещь. Там 4 или 5 больших провинций, в Испании значительно больше. Но Испания — это страна, которая совсем недавно вышла из тоталитаризма. Это страна, в которой фашистский режим был самым продолжительным во всей истории Европы. В 1975 году умер Франциско Франко, и, так сказать, Испания вернулась на демократическую стезю. Они совершили рывок в этом смысле, но я думаю, что ментальность еще несет в себе остаточные какие-то явления вот этого старого франкистского мышления. И нужно помнить, что Франко вообще расправился чрезвычайно жестоко с каталонцами, которые еще во времена его диктатуры тоже проявляли признаки какого-то такого сепаратизма. Франко просто подавил в крови каталонскую инсуррекцию. Ну и вот воспоминания всего этого, собранное все вместе, оно и дает вот этот вот результат. Ну, Раб, согласны, что вот в этом лежит в корне историческое вот такая вот модель? Испания — это страна с очень глубокой историей. Кроме довольно продолжительного по меркам XX века правления Франко, все-таки существовало много веков своей истории другой. Средневековая, феодальная, там государство, потом демократическая часть истории 1975 года. Здесь я усматриваю вещи, которые можно экстраполировать по отношению к другим странам мира, которые имеют определенные территориальные проблемы с междуцентром и провинциями. По разным причинам, там в основе могут быть все, что угодно. Но есть процесс. Вот вначале было сказано, господин Сарана, о том, что, возможно, мы переходим от периода национальных государств, исключительно построенных на приоритете одной нации, понятия приоритетной нации и так далее, к другим форматам, пока не известно, каким. Можно быть, речь идет о гражданской нации, но это отдельная тема. Если оттолкнуться от вопроса, который вы задали, почему они так сделали, я думаю, что у Мадрида была иллюзия, что если они туда нагонят этих полицейских, 10 тысяч с лишним, то каталонцы просто испугаются, и многие не придут на избирательные участки. Те, кто выступают против независимости, против участия в референдуме, они, скажем так, получат поддержку какую-то эмоциональную. Ну и, соответственно, референдуму таким образом удастся сорвать, и ничего у них не выйдет, у тех, кто это организовал. Но в итоге получилось то, что получилось. Это не первый случай, я имею в виду с Испанией, когда так получалось. Неоправданное применение силы, точнее не так, неправильное применение силы, потому что государство, значит, априори имеет право на применение силы, только государство. Если это происходит, если это право экстраполируется по отношению к группам граждан, то это уже не государство, это уже происходит насилие, распространяется по всем позициям, и странам может быть вернута гражданскую войну. Так вот, Испания имела право это сделать. Другое право, что она сделала, это неправильно, неоправданно, необдуманно. Вот и все. Если бы предположить, что у них была бы возможность, скажем, ночью привезти всех этих жандармов и полицейских, выставить у всех полицейских участков мощные кордоны, они там 5-6 человека, а там 100 человек у каждого участка, и просто не пустить каталонцев, ну были бы столкновения и так далее, сорвать, тогда бы, наверное, было бы понятно, что да, сила применена и обдумана, и референдум сорван. Центральная власть применила свою силу, потому что имела это право. В данном случае совершена ошибка, и мы будем сейчас наблюдать ее последствия. Что касается того, что вы сказали относительно того, что это не первый референдум, это первый референдум, то, что было в 14-м году, был опрос. Они несколько раз пытались провести референдум, извините, я тогда не расслышал. Значит, они несколько раз пытались провести референдум, когда возникал конфликт с центральной властью, тогда они соглашались объявить это опросом, и действительно опрос проходил, он проходил несколько раз, 2009 по 2010 год, потом его решили провести в 14-м году, и в общем, ну ничего из этого не следовало, никаких серьезных последствий, столкновений, трений, таких, только на уровне политиков. Вот сейчас, да, действительно мы вступаем в такую полосу, когда мы получили прецедент, который будет называться каталонский прецедент. Позвольте мне дальше продолжить, потому что, как бы мы к нему ни относились, но Европейский Союз, Европейская Комиссия должна будет для себя сейчас пытаться выработать какую-то политику, но понять вот действия на этот момент Евросоюза, Еврокомиссии, некоторым достаточно сложно. По одной простой причине, все говорят о прецеденте Косово, да, Косово добились признания, и все говорят, почему же Косово признали, а почему же Каталонию признавать не хотят. Давайте вот начнем с этой интересной темы, потому что она волнует всех. Она волнует всех, и эта тема будет, безусловно, обсуждаться много раз и длительное время. То есть вы получили каталонский прецедент, и это будет уже аргумент в спорах политиков, экспертов в разных странах мира и на разных уровнях. Действительно, этот вопрос до сих пор остается, почему Косово можно... Ну, правомочное вот это сравнение. Конечно, правомочное. Почему нет? Нет, если мы начнем, если у нас была бы научная дискуссия такая с большим количеством участников, безусловно, нам бы рассказали, что у Косово сторонники независимости Косово сказали бы, что у Косово есть масса предпосылок, оснований и так далее. Противники сказали, что нет предпосылок. И вот я могу сказать, что по любому конфликту есть ученые, эксперты, специалисты, которые будут обосновывать, что да, есть право на независимость, другие будут говорить, что нет, нет права на независимость. И в моей библиотеке масса книг того и другого рода по множеству различных конфликтов. Что касается по Косово, значит, это один из, действительно, на мой взгляд, прецедентов, который, на самом деле, по сути дела, узаконил разделение государства. И когда западные политики... И открыл ящик Пандора. И открыл ящик Пандора, о чем очень многие предупреждали, не только в самой Сербии, не только на территории европейских стран, но и, естественно, в России, потому что в России-то прошла свою драму территориального конфликта с Чечнёй. Она знает, что это такое. Ну, и не только поэтому. Ну, не только поэтому, да. Да, конечно. Будем объективными. Так вот, в обосновании я специально посмотрел, какое было обоснование западных политиков независимости Косово. Значит, первое, то есть, по сути дела, никаких исторических обоснований там не указывалось. Там указывалось, что был контекст распада Югославии. Второе, это то, что были этнические чистки. Третье, что были совершены преступления против международных граждан. И четвертое, я сейчас запамятовал, ну, в общем, четвертое, там еще какое-то было, но тоже такой же вот аргумент. Понятное дело, что у Сербии на этот счет была своя позиция, да, что распад Югославии, там, это произошло по каким-то причинам. Дальше этнические чистки были в обе стороны. Не только сербы были виноваты, но и сейчас уже известно, что и сербы пострадали от этнических чисток, и не только они... Ну, сербы, Косовары, там, Матамасы, да. И так далее, да, и так далее. Теперь возникает допрос, ну, вот продавили эту независимость. По сути дела, продавили. И, конечно же, когда возник конфликт острый между Россией и Грузией по поводу Юрной сети Абхазии, Россия, недолго думая, признала независимость этих двух территорий, ссылаясь на прецедент Косово. Вот и все. Благодарю вас. Господин Саран у нас заскучал. Правомощна ли, вернее, является ли вот последовательной позицией европейских чиновников, да, когда вот, смотрите, какое отношение к Косово, и какое отношение к той же Каталонии? Ну, не надо спешить, слишком мало времени прошло. Европейский союз, европейские чиновники пока не сформулировали своего отношения. Господин Сарану сформулировали. Маргаритис Хинас, официальный представитель Еврокомиссии, именно ответил на этот вопрос. Журналисты его спросили. Он вышел и выдал. Вся проблема оказывается в том, что Испания член Евросоюза, а Сербия нет. Вы понимаете, вот и все журналисты уже сутки пытаются как-то эту ситуацию понять. Это мнение одного чиновника. Это не мнение Европейского союза. Не надо, так сказать, абсолютизировать. Вообще, мы привыкли такими категориями оперировать. Нет. Если есть официальный представитель Еврокомиссии, есть официальный представитель МИДа, есть официальный представитель МВД, нормально все. Нет. Позиция Еврокомиссии это позиция, какая-то резолюция, принятая парламентом или принятая Еврокомиссией. Вот что такое. А когда-то сюда... Ну вот Жириновский что-нибудь там ляпнет, тогда это что, официальная позиция России? Извините. Нет, ну если... Жириновский вроде не официальный представитель Госдумы. Это как? Он лидер. В принципе, он лидер. Вице-спикер и прочее, прочее. Вы сейчас о сыне говорите. Нет, ну был по крайней мере. Ну был, да. Поэтому, так сказать, ну какие... Ладно. Я думаю, что европейцы сейчас, так сказать, думают, тяжелую думу думают, что делать. Потому что одно дело, когда это происходит в Косово, где действительно были этнические чистки, были элементы геноцида. Там было какое-то оправдание тому. Одно дело, когда это происходит, например, в Крыму, где Россия, поправ все нормы международного права, захватывает чужую территорию. Вопреки своим обязательствам, которые она взяла в 1994 году, так сказать, по Будапештскому договору. А здесь это в самом сердце, так сказать, Европы, где законы соблюдаются по определению. И вдруг это произошло. Я думаю, что европейцы сейчас думают. Знаете, я искренне верю, что им придется очень крепко думать. Потому что во всех этих территориях, о которых вы говорите, их объединяет одно, те самые референдумы. То есть и Крым, и Косово, о чем мы говорим. То есть мы понимаем, и Каталонец, и референдумы. Это люди вышли, не просто пришли, их завоевали, сказали, все. Люди вышли, люди проголосовали. Так почему же мы должны одни референдумы признавать, а другие не признавать? Так поэтому Рогой и послал туда полицию, чтобы воспрепятствовать проведению референдума на законных основаниях. Потому что если бы этот референдум все-таки прошел бы, и были бы соблюдены все нормы закона, вот тогда бы европейцы совсем были бы в плохом положении. А сейчас этот референдум такой, непонятный какой. Сколько их там участвовало, как они там считали. Кстати, сами каталонцы не очень-то озаботились о том, чтобы были соблюдены все нормы проведения референдума. Не были приглашены иностранные наблюдатели, особенно другие мелочи вроде бы не были соблюдены. То, что может поставить, или, скажем так, центральное правительство Испании всегда может поставить под вопрос правомощность проведения. Не только правомощность, но иностранные. Любое голосование всегда можно поставить под вопрос. Нет. Сто процентов. Я вижу, вы не терпите, но давайте позволим закончить мысль, господин Сарану. Есть какие-то правовые нормы, какие-то правовые рамки. Если процесс выходит за эти правовые рамки, потому что, повторяю еще раз, европейская модель цивилизационная, она зыжится на законе. Любое нарушение закона — это уже выход за рамки того, что позволено. Благодарю вас. Зураб, если можно, вначале на мой вопрос. Я его задавала господину Сарану. Почему одни референдумы на одних территориях считаются легитимными и с ними считаются, а другие тут же признаются неконституционными, с ними не считаются и обвиняют в захвате еще и соседнюю страну. Почему так происходит? Происходит потому, что... Вот господин Сарану говорит, что из Западной Европы царство закона живут по закону. Ну, это в идеале так было бы, если бы, скажем так, на всем земном шаре действительно европейскому суду удалось создать такую модель развития, где действительно в большей мере, чем на других территориях, люди руководствуются законом. Это очень хорошо, это на самом деле замечательно. Это действительно как определенная модель, которая может быть привлекательной, поэтому немало стран очень хочет быть членами Евросоюза. Другой вопрос, что, конечно, реальность не всегда близка к идеалу. И вот этот самый прецедент, который мы сейчас имеем в Каталонии, я думаю, что он будет обсуждаться и будет стоять под сомнение, что вот действительно здесь мы имеем какой-то пример не совсем правильный, выбивающийся с того, что приняли считать об Европейском Союзе. Ну, а второй момент, он связан с тем, что основные тренды мировой политики определяют центры силы. Сейчас их несколько, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Россия, Китай. Вот так скажем. И, разумеется, то или иное событие от этих центров силы получает оценку. Когда Россия и Китай были ослабленными, то Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки формулировали свою позицию, и все другие государства вынуждены были это воспринимать, иногда даже как закон, даже как правило, как норму демократии. Поэтому и сейчас тоже по старой привычке, хотя ситуация изменилась, по старой привычке Европейский Союз, США, конечно же, сформулируют какую-то позицию, скорее всего, негативную по отношению к референдуму и поддержку Мадрида. И далее будут говорить, что да, Косово — это уникальный случай, это основа их позиции, это уникальный случай. Ну, в отношении того, что происходит на пространстве СНГ, тоже у них есть своя известная позиция. Поэтому и возникает, мы опять же возвращаемся к тому, о чем многие критики нынешней европейской системы и вообще модели отношений в мире говорят о том, что она основывается не на законе, не на равенстве и так далее, а основывается на их стандартах, которые в том числе заставляют нас, вот сегодня прозвучало это, заставляют нас думать о том, что все-таки приоритетнее. А я вам скажу сейчас, да, абсолютно точно. Я всегда, вот лично, да, в своих статьях, книгах, работах выступал за нерушимость границ. Я считал, что это есть основа основ стабильности в Европе, как минимум, да. Но когда все пошло в разнос, ну, сначала распад Союза по Тремя-Гославии, но это происходило по внутренним границам, и, в принципе, это можно было как-то вот принять. Но когда вот отрезали Косово, реально, это уже не внутренняя граница, просто отрезали, да. Когда пошла уже ситуация война между Россией, по сути дела, и Грузией, и так далее, ну, я тогда и написал один из текстов своих, в котором указал, что да, старый мировой порядок закончился. Основанный на Ялте под зданием, он закончился. И утвержденный в Хельсинки в 75-м году. И сейчас мы в переходном периоде. И вот то, что произошло в Каталонии, это, на мой взгляд, это лишь только, ну, как сказать, первая ласточка. И мы увидим через какое-то время, не сразу, конечно, может быть, там годы пройдут. Но опять же, оживится движение за отделение в Шотландии. То есть парад суверенитетов вы предрекаете? Нет, нет, это не будет быстро. Это не будет быстро. Нет, я не предрекаю. Я говорю о том, что вот то, что произошло в Каталонии, они ведь проведут еще один референдум, потом опять когда-нибудь, да. Потом найдутся силы в других странах, которые выступают за независимость от центра. Тоже будут опираться на этот прецедент, понимаете? И в следующий раз проведут референдум более тщательно организованно. Я поняла, спасибо. Господин Церану, мне вот, исходя из того, что сказал сейчас Зураб, показалось, что он имеет в виду, что гораздо больше стоит, чем просто, да, судьба Каталонии. И даже судьба того, что скажут по этому поводу ЕС и Еврокомиссия. То есть все понимают, в каком мире мы живем. Мне важно, чтобы вы сейчас согласились с тем тезисом, что существуют двойные стандарты, они существуют, да или нет. И в зависимости от этого я предложу вам свою версию, в зависимости от чего они формируются. То есть я вижу две причины. Первая причина, все-таки она существует, это геополитическая, признавать, не признавать. А вторая причина, почему разное такое отношение, это то, что Европа на самом деле сейчас струхнула, потому что понимает, что есть Фландрия, есть Корсика, да, есть Шотландия, есть Каталония и масса-масса-масса еще других болевых точек. Я бы с этого, Людмила, не использовали в отношении Европы такие уничижительные, так сказать, формулировки, как струхнули. В чем была уничижительность? В том, что они струхнули. Ну, это хорошее слово такое. Ну, в русском языке... Испугались, да, вот так. Конечно, испугались. Я не вижу здесь уничижительности, но ладно. Они в таком, так сказать, они сейчас находятся в состоянии определенного недоумения. Вроде бы все было хорошо, все было устроено, и вдруг, так сказать, то в одном месте, то в другом идет в разнос. Естественно, люди ищут выход из этого положения, они пытаются разрешить эти конфликты, которые возникают у них на их территории. Когда мы говорим вообще о западной модели цивилизации, я бы хотел просто, так сказать, для наших телевидений сказать, да ничего. Существуют ли двойные стандарты? Конечно, существуют. Вот я просила, да, вас признать. До тех, как пока существуют люди, которые руководствуются субъективными побуждениями, то всегда будет существовать искушение, так сказать, потянуть на себя дело. И поэтому двойной стандарт — это как бы угроза, которая всегда существует, константа. Спасибо. Нет, не спасибо, дайте мне все-таки закончить мысль. Я поэтому просто хочу уточнить в дальнейшем, я отнюдь не пытаюсь сейчас вам закрыть рот. Вот эти двойные стандарты, о которых вы только что сказали, они зависят от чего? Я предложила вам геополитику, да? Все-таки они существуют на данный момент, это причина. Они существуют и как геополитический фактор, они существуют и как фактор политической борьбы. Рогой не хочет войти в историю как премьер-министр, во время она которого распалась Испания. Ну вот вам, так сказать, субъективный и побудительный мотив. До таких тысячи политика вообще сотканная из элементов субъективности. Проблема совершенно в другом. Нет на этой планете более совершенной модели, чем западная цивилизационная модель. Нет ту. Да, я даже знаю, кто это сказал. И в этом смысле нечего, так сказать, о чем мы будем спорить. Ну да, можно, конечно, порассуждать о том, как она создавалась. Как это создавалось за счет колониального, так сказать, за счет колониальной эксплуатации. Насколько это все несправедливо. Но это реальность, которая существует. И вопрос для таких стран, как Республика Молдова, потому что мы ведь обсуждаем не абстрактно этот вопрос. Это применительно и к нашей стране. А мы куда движемся? Мы должны радоваться тому, что происходит в этой самой Европе. Вот сняли с языка. Вот вопрос у меня стоит. Что должны вынести для себя из этой ситуации молдавские власти? Я думаю, что, опять-таки, исходя из каких-то субъективных интересов. Для нас, для молдаван, вообще, для граждан Республики Молдова, нам по большому счету... Ну ладно, каталон, конечно, интересно, но нас это особенно не затрагивает. Вы так мучежительно сейчас о каталонах. Мучежительно, я говорю исключительно о школьных интересах Республики Молдова. Наша задача заключается в том, что сблизиться как можно больше по стандарту жизни с тем нормативной планкой, которая существует. Она задана именно в этом пространстве цивилизационном. А мы еще очень далеки от этого. Каталонцы в этом смысле занимают верхние этажи, а мы на нижнем этаже. Куда нам нужно двигаться? Нам нужно двигаться в этот самый Европейский Союз, даже если этот Европейский Союз сейчас переживает и еще будет переживать долгое время какие-то кризисные моменты и прочее, прочее. Нам до этого кризиса еще дожить нужно. Знаете, что бы я ответила вам? Вы когда что-то для себя очень важное приобретаете, и вы очень к этому долго стремитесь, вы купите деньги, вы мечтаете об этом. Вы что, вы вправе просто, наверное, знать о всех каких-то деталях, о всех, возможно, каких-то, я не знаю, нюансах, может быть, там где-то брак маленький, да, может быть, там. Вот то, чем мы сейчас занимаемся, мы пытаемся сказать честно нашим гражданам, что, уважаемые граждане, не идеализируйте, пожалуйста, Европу и Европейский Союз. Потому что существует еще масса проблем, и вот им имя, и вот как их сейчас решают, в том числе и так, как мы видели на видео. Я вижу в этом миссию. Я в этом смысле с вами совершенно не спорю. Мы должны очень четко себе представлять о том, что представляется из себя Европейский Союз в хорошем, в положительном смысле и в негативном смысле. Потому что Европейский Союз имеет массу недостатков. Но даже эти недостатки Европейского Союза... Это не такие недостатки. Зураб, спорьте с нами. Ну, я поспорил бы в плане того, что Европейский Союз, как было сказано, идеальная модель, самая лучшая. Нет, не идеальная, не идеальная, но лучшая. Самая лучшая. Ну, давайте представим себе, скажем, жителей где-нибудь в Китае, да, уже наверняка скажут, среднестатистические жители скажут, что их модель самая лучшая. Китайская модель основана на пяти тысячелетиях истории, там, идеях, конкурсах и так далее. И вообще мы такая древняя цивилизация. Да, понимаете, они скажут, что ну что Европейский Союз, как начнут перечислять те недостатки, вот то, что изящно обошел Гатонин Сарану, вот предыдущую историю, да, много веков истории Европы, откуда две мировые войны, да, которые спростились на весь земной шар, откуда масса всяких было жутких проблем, да, если взять историю Европы, скажем, пять, шесть, семь веков назад. Китайцы всегда скажут, наша модель лучше. Они же осматривают историю вот в таких масштабах. Они скажут, что ну что у вас, да, вы богаче живете 20 лет, всего лишь 20 лет, 60-е, 50-е годы Европейский, Европа это другая Европа, вот 20 лет, понимаете? Но если мы будем таким аршином мерить, то это совсем не то, что, скажем, пять тысячелетий попробуйте цивилизацию содержать, развивать и двигать вперед. Вот так, например, допустим, про китайцев. У японцев наверняка своя тоже версия насчет того, где порядка, где жизнь устроена лучше. Ну я могу сказать... Господин Саранус вам сейчас поспорит, скажет, но ни к Японии, ни к Китаю нам не сведет. Нет, я говорю о том, что я просто, скажем так, я, ну вот как историк, я думаю, Господин Саранус согласится, что проблема той или иной страны или берем шире цивилизации начиналась тогда, начинались тогда, когда они заявляли себе, что все, мы достигли вершины, мы модель для всего мира, мы самые-самые, самые-самые. И вот начинается это вот, начинаются проблемы. Когда не замечаешь проблемы, какие были проблемы, если мы самые-самые. А потом начинается, что, допустим, в Америке, внешний долг, какие-то астрономические суммы. Допустим, у Европейского Союза, вот, пожалуйста, проблема с Каталонией. Это не дает замечать недостатки. Вот это вот самомнение огромное. У России этого нет, потому что она пережила катастрофу с 91-го года. Кстати, во многом, потому что Сетский Суиш тоже считал, что он на передовой развитии мыслей и цивилизации. Вот мы в нашей ситуации, было бы разумнее, действительно, во-первых, внимательно за всем наблюдать, смотреть, понятно. Во-вторых, по возможности избегать тех ошибок, которые другие уже прошли. Которые прошли, да. У нас есть, в Молдове есть свой собственный уникальный опыт. И я вообще склонен его рассматривать с позитивной точки зрения. Вы можете сформулировать основные положения этого уникального опыта? Уникальный опыт хотя бы состоит в том, что Молдова при всех, вот, небольшая страна, при наличии большого количества разных национальностей, да, при большом количестве проблем всевозможных, при влиянии извне, тем не менее, сохранила мирно-национальный этнический мир, все-таки, внутри страны. Это все-таки не маловато. Пройдя через прививку 92-го года, она очень быстро удочнулась этому, Молдовы, население, и с тех пор, слава богу, сохраняется мирно-национальный. Я могу вам помочь. Господин Церанов, то, что в Гагаузе было, да, у них же тоже был референдум. Я считаю, наш уникальный положительный опыт в том, что у нас не было, как в Каталонии. Хотя бы в этом. Вот, допустим, многие говорят, да, вот, нет прогресса в урегулировании Приднестровского конфликта. Ну, действительно, нет прогресса, да, но, тем не менее, в отличие от Грузии, Молдова сохраняет возможность урегулирования конфликта на пристанных сохранении территориальной целостности. В нынешних условиях, особенно против, после каталонского прецедента, это уже немало, да. То есть, если умно себя вести, то, в принципе, можно, можно стать на позицию и сохранить перспективы такие. И многое другое. Я должна предоставить вам право на реплику, если вы хотите ответить, потому что вы задали вопрос. А выпада не было против господина Сарана? Нет, просто задали вопросы. Нет, вопросов, кстати, поле. И, если позволите завершить мысль, да, у Молдовы сейчас внешний вектор, приоритет дается европейской интеграции. И, в принципе, понять это можно, принять понятие, и это альтернатива восточному вектору. И, с моей точки зрения, то, что делают наши политики, парламент, правительство и президент, в споре на эту тему, да, и поневоле, или вольно, или невольно волнуя наши граждане на эту тему, когда споры продолжаются на улице, в маршрутках, на рабочих местах, это не совсем разумно, мне кажется, да. Было бы разумнее для начала просто понять, что и в одном направлении, и в другом идти очень долго. Может, для начала все-таки навести как-то более-менее порядок внутри страны, и установить это согласие между ветвями власти, и не доводить его до крайности. Это раз. Второе. А второе, да, действительно, выполнять те, равняться на лучших и выполнять то, что надо. Если говорить о векторе, то я, например, всегда считала, что лучше референдума здесь быть ничего не может, но мы живем в стране под названием Республика Молдова, поэтому у нас этот референдум власти, ну а какая разница, что он будет политизирован, не политизирован. Можно, так говорится, провести его чуть позже, да, через 5-10 лет хотя бы. Я скажу в конечном итоге свое мнение, но вот это, к сожалению... Вы знаете, Людмила, референдум хорош тогда, когда нужно переименовать улицу, или построить клозет во дворе, или держать клозет в доме. Вот как нужно провести референдумы. А референдумы... Что же вы так нечислижительно по поводу клозета? А перестаньте заниматься демагогией. Я не занимаюсь демагогией. Есть уровень общественного развития любого общества. Нельзя людям, у которых, так сказать, 4 класса образования, спрашивать их о социологических формах организации государства. Они просто не понимают этого. И ходить с этим референдумом, как, так сказать, панацея от всех бед, ну это же чепуха. Я благодарю вас за ваше мнение. Нет, у нас просто вышло время, да, к сожалению. Время вышло, но я... Нет, в Швейцарии референдумов несколько в год проходят. Там далеко не все с высшим образованием. По каким вопросам? По разным, в том числе очень серьезным. Господин Саранович, что... Можно я отвечу? Как улицы называются? Как улицы называются? Нет, 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 там были серьезные вопросы. И по поводу клозетов, я хочу сказать, что все-таки я, наверное, более высокого мнения о нашем народе. Я не считаю, что по поводу клозета нужно проводить референдум. Проводить референдум. И вы знаете, мне нравится моя позиция. Вы сперва создаете модель, при которой клозеты можно будет держать в доме делать, а уже потом спрашиваете людей. Это позиция нам близко к тому, как вы говорите, что... У нас сегодня, это в западной инвестиционной модели, клозеты хорошие и чистые. А у нас вы знаете, где они находятся. Нельзя завершать передачу на такой ноте. На клозете я хочу сказать. Я считаю, что здравые политики не обижаются, когда они говорят, что нам не повезло с народом, они неудачные политики. Нормальный политик способен проводить свою линию и вести за собой народ и доводить ее до цели, понимаете? А говорить, что не созрел, это нельзя, нельзя так говорить. Я не говорю, что он не созрел. Четыре класса образования и так далее. Я говорю о том, что есть вопросы, которые нельзя выносить на референдум. А кто решил это? Кто решает это? Европейский Союз, Америка, вы решаете, я решаю. Есть ответственность политических элит. Кто решает? Есть ответственность политических элит, и не надо ее перекладывать на плечи. Господин Церамус, я завершаю эту... К сожалению, мы уже вынуждены выходить из эфира. Хочу сказать, что вы весь эфир говорили очень правильные вещи в отношении демократии. Так вот, не спорьте, пожалуйста, хотелось бы с тем, что нет ничего демократичнее, чем воля народа. Давайте на этом остановимся, потому что мы уже безбожно перебрали. Я вам благодарна за эту беседу. Правда, она получилась такой яркой, живой. Спасибо за то, что вы спорили. Приходите к нам еще. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова